Лавр, они опять говорят, что мы снимаем одно и то же Олесь, лучшие ножи всегда примерно одни и те же, да и просмотров достаточно набирает Нет, ну вообще-то мнение подписчиков нужно уважать По большому счету мнение подписчиков интересно только самим подписчикам Тогда сейчас Никита вместо тебя будет снимать ролик Слип джойнт ненадежный, надежен только триатлок от Голд Сил Понял, извиняюсь Сейчас запилим что-нибудь свеженькое Всем привет, друзья, меня зовут Лавр, вы в Forrest Home И сегодня я надеюсь, что смогу показать вам кое-что, что вы не видели В мире огромное количество ножевых брендов и на некоторые действительно не обращают внимания Но многие ножи из этих брендов являются так называемыми темными лошадками То есть неизвестные ножи, на которых никто не ставит, но которые часто круче топовых Первый бренд, про который я хочу упомянуть сегодня, это QSP Quality Service Price Думаю, многие слышали про этот бренд, но не все обращали внимание И на самом деле тут есть на что посмотреть В руках у меня QSP Pelican из S35VN и офигенной Mi-картой Кстати, в комплекте к нему идут бумажки и наклейка с ауфом Это прям клево QSP делает очень классные ножи и по качеству к ним действительно не придраться Владельцы этой модели говорили, что термична она прям классно Если что, S35VN и S30VN можно термичить очень по-разному И она будет в диапазоне поищем от 8 хромов до чего-то действительно стоящего Это пеликан и у QSP многие модели названы, скажем так, как птицы Еще мне очень нравится Пингвин По сути, они почти младшие братья, но сделаны немножко в разной концепции Флиппер и шпенек У Пингвина есть несколько преимуществ Во-первых, он маленький и это, скорее всего, один из лучших городских EDC, которые можно встретить в принципе Он удобный, приятный, дешевый, из D2 и это Воронклифф Так что для упаковок и на поговоряться это будет идеальный выбор Надо сказать пару слов про Воронклифф Потому что в нашей ножевой культуре они почему-то не слишком воспринимаются И многие думают, зачем нужна такая форма Если честно, она гораздо более оправдана и более логична в небольших ножах Потому что основная ваша задача – резать материалы А Воронклифф с этим справляется гораздо лучше Как уже говорил, QSP – это Quality Service Price Собственно, Price – цена Намекает на то, что они делают достаточно бюджетные ножи Но они пытаются сделать некоторые модели, скажем так, выглядящими и ощущающимися очень дорого В частности, Канареку Это Дамаск и карбон, переплетенный с медной фольгой Смотрится очень дорого и, блин, сам по себе ножик крутой Если честно, на фотографии, когда я первый раз видел, думаю, что он значительно больше И что это нож размером с Изулу Но это маленький, приятный городской шейник Откровенно говоря, для города его функционала будет более чем достаточно Потому что ему можно что-то разрезать Или даже выполнить какую-то небольшую силовую работу Использовать маленький ломик Единственное, что я не слишком понимаю, когда Кайдекс делают под карбон Но смотрится забавно Следующий бренд Amara Knives и полевой братишка Field Bro Достаточно приятный ножик Кстати, это ножи хоть китайского производства, но с немецкой историей Создателя этой компании зовут Ульрих Хеннике Он немец и, собственно, занимался кузнечным делом с 1995 года В 2012 году основав собственную компанию Если мы говорим непосредственно про Field Bro То это весьма удачная и приятная модель Которая, если честно, на это не немножечко потолстевший багаут Сделанный из G10 Сталь VG10 Как вы видите, в данном случае неокрашенная полупрозрачная G10 Которая лично мне нравится И весьма приятная вариация Аксиса Ножик удобный Подает как для города, так и, думаю, для какого-то лесного использования Скорее всего, большинство работы в лесу он тоже переживет Следующий бренд родом из США Но, тем не менее, делает относительно бюджетные ножи Артизан Катлери и дочерка CGRB Бренд достаточно молодый Артизан Катлери был основан в 2018 году А дочерочка CGRB появилась в 2019 У Артизан Катлери есть определенное, скажем так, мания К космическим названием Потому что два ножа, которые я держу в руках Это Андромеда и Сириус Сделаны на керамических подшипниках Что по материалу? Начнем с Андромеды Это очень клевая Микарта Вы знаете, мы слабость к Микарте Ощущается она очень приятно Сталь на клинке S35VN Заявленная твердость 60-61 единица В принципе, вполне неплохо для этой порошковой стали Относительно подшипника Они заводят керамический подшипник И, откровенно говоря, с завода он устроен прям отлично То есть, если мы нажимаем push-button lock Ножчик падает самостоятельно без какой-либо помощи Как городской вариант прям круто Сириус Достаточно бодрый нож Который можно открыть как за шпенек Так и за фронт-флипер И здесь он исполнен весьма неплохо Не знаю, я научился пользоваться фронт-флипером Или тут сделано круто Из необычного Сталь AR-R6-M9 И по ней не так много информации Артизан Катлери заявляет, что это сталь Их собственной разработки Не раскрывая полноценный состав Некоторые коллеги мне говорили, что находили информацию Что подстава она похожа на 440C Только исполнена в порошковом варианте По описанию ее свойств А именно то, что она легко и хорошо вытачивается Долго держит заточку И нержавеет Это, в принципе, похоже на аналогичные составы Но, опять же, как уже говорил Это не точно Съявленная твердость, как и у S35VN 60-61 единица Откровенно говоря, я ей никогда не пользовался И никто из моих знакомых тоже Поэтому, если у вас есть эта сталь Обязательно пишите в комментариях, как оно Будет интересно узнать Сириус классная лаконичная модель И отдельно приятно, что они выпустили ее в многих вариантах В том числе и в очень клевом карбоне Вообще, у Артизан Катлери есть две линейки Внутри Артизан Катлери это Practical и Grand И оба этих ножа, несмотря на свой материал Являются линейкой Practical Перейдем к TGRB Рео Маленький, бюджетный, удобный фолдер Открывается по ощущениям Как будто он с ассистом Но здесь нет никаких пружинок Просто очень хорошая конструкция шпинька И продуманное открытие Городской джентльмен С очень глубокой посадкой клипс И высокими спусками По сути, маленький скальпель для города Скальпель для города нормальный в случае? Да Мне нравится Следующий ножик CJRB Feldspar На самом деле это могут быть Артизан Катлери Потому что это ARRPM9 и G-Mascos То есть переплетенный G10 Очень, кстати, красивый синий цвет В перемешку с черным Сам по себе ножик Классический городской едесешник Удобно лежащий в руке И, как вы уже поняли Мне очень нравится его шпинек Открывается очень удобно Кстати, открыть его удобно можно Как большим пальцем Так и после некоторой тренировки указательным Тогда ножик по скорости Не уступит даже автомату Клипса с глубокой посадкой И, в принципе, классические высокие спуски Ножик весьма интересен еще и тем Что он весьма недорогой Следующий бренд CMB Made Knives Сам бренд был основан в 2010 году Но стал популяризироваться только в 2020 И поэтому сейчас еще немного кому известен Моделька Predator Откровенно говоря Это, наверное, лучшая модификация Аксис Лока, которую я встречал на рынке Просто по ощущениям от ее работы Многие Аксы, в том числе Бенчмейдовский Аксис Самый оригинальный первый Работают Блин, откровенно говоря Хуже, чем Аксис на этом ноже Он срабатывает прям четко Надо подержать ножик в руках Чтобы это почувствовать По материалам Все очень стандартно D2 и G10 Конкретно здесь оранжевенько И мне нравятся оранжевые ножи Все лучше, чем черный По клинку Форма абсолютно стандартная Самая большая классика Такая же, как у последнего CGRB Высокий спуск С достаточно тонким подводом Что, в принципе, в сумме D2 Будет обеспечивать хороший рез И дополнительную коррозионную стойкость Этой, по сути, инструментальной стали Глубокая посадка Как все сейчас любят И, в принципе, очень удобный ножик У меня очень странные ассоциации С эмблемой этой компании Потому что каждый раз, когда я вижу на их значок У меня в мыслях возникает книга Магии Земли из Героев Мечей и Магии 3 Думаю, олдфаги поймут Следующий бренд, как таково, нельзя назвать малоизвестным Потому что это дочерка V-knife Я говорю про Senkat Линейка ножей Senkat изначально изготавливалась Для платформы Amazon в США Поэтому она известна несколько меньше Чем старшие бренды Компании V-knife и Civivi Но, тем не менее, Senkat производится на тех же мощностях И является нижним ценовым сегментом Что в сумме дает маленькую цену И очень хорошее качество У меня в руках два ножа Бразория и бронд Начну с бразории Это классический ножик, выполненный из D2 и G10 Ярко-бордовый По дизайну китайцы получились сделать очень хорошо Как уже говорил, по мощностям Это одни из лучших ножей в мире Имею в виду по качеству Сама по себе бразория Это классический городской фолдер с флиппером Но у нее есть приятная особенность Они сделали классный дол И лично я могу за него легко открыть указательным пальцем Точно так же, как спайдерка Ножик прям летает Аналогично сделано и в бронте Мы можем открыть этот ножик, напоминающий китайский меч Дао Указательным пальцем Но ножик оснащен и весьма приличным фронт-флиппером Кстати, один из лучших фронт-флипперов, который я считал По рукояти всегда отмечаю, когда ноже ставят Микарту На складном Потому что я ее уже много раз говорил и люблю Если мы говорим про бронт, то это один из, по-моему, лучших дизайнов Концерна V-Knife, Civivi, который я встречал Лично мне он очень сильно западает в душу Когда мы его открываем, нет ощущения, что это ножик, который удобно открыть Потому что сам дизайн весьма отличается от большинства стандартных ножей Но, тем не менее, я как минимум рекомендую вам подержать его в руках Потому что дизайнерские решения в плане эргономики работают прям отлично Постали здесь 9 Chrome 18 и, в принципе, это отличная нержавейка MKM Knives MKM это Maniago Knife Makers И мало кто из тех, кто слышал про этот бренд, знает, что, по сути, это объединение нескольких итальянских брендов Ключевыми из которых являются Lion Steel и Fox Первый ножик из них это MKM и Sonzo Ножа довольно много вариаций Но лично мне симпатична вот эта в Микарте и М390 Кстати, у MKM, несмотря на самые топовые материалы и самую лучшую обработку от Lion Steel Достаточно невысокий ценник То есть они стоят незапредельно и часто дешевле 10 тысяч рублей И Sonzo является прямым конкурентом таким ножам, как Benchmade Bugout и V-Knife Bender Но при этом по стали он точно их превосходит Ощущается даже несколько интереснее Следующий ножик MKM Flame Это маленький стилет, имеющий кинжаловидную форму С материалом точно так же Titan, M390 и очень приятная Микарта Как обычно могу сказать, что это отличный городской складень С очень глубокой посадкой, который будет незаметен И если вы его достанете даже на людях То он не вызовет каких-то страшных криков, как T-Lite 4, это кукол стил Очень приятный флиппер И на самом деле, благодаря своей форме, он может открыться даже об карман Но надо будет немножко попрактиковаться Небольшой минус этого ножа в том, что из-за очень красивого дизайна Отсылающего на нас действительно к холодному оружию Ножик имеет не очень высокие спуски Поэтому агрессивным резом отличаться даже при M390, увы, не будет Однако вполне хватит для упаковок и конвертов МКМ-фар во многом является жертвой европейского законодательства Потому что это слепджоинт Но слепджоинт очень надежно держащий коленочек И в принципе приятный в использовании По материалам Это также M390 и очень приятный на ощупь анодированный алюминий Единственный момент этого ножа Да, то, что он не имеет полноценного замка Ощущается он весьма хорошо И для всех бытовых нужд этого более чем достаточно Отдельный момент, что при всех этих топовых материалах На момент съемки видео ножик стоит чуть-чуть дороже 10 тысяч рублей Макро 2 Это фикс от МКМ И по нему очень понятно, что это ножик этого бренда Потому что, угадайте, что? Да, это M390, микарта и кожа с неодиновым магнитом Что в принципе не располагает ношению на поясе Но располагает ношению на кармане Один из лучших вариантов для городского фикса Потому что он будет, наверное, несколько приятнее изулы по удержанию И намного лучше изулы по стали В современных реалиях он даже будет ненамного ее дороже Что отдельный хороший плюс Последний бренд на сегодня Tua Knives Бренд основанный в 2016 году силами братьев Кевина и Тима Фу Как вы можете догадаться по фамилии, это чистокровный Китай Конкретно у меня в руках брузер громила из D2 И талисман более элегантный, но не по весу Ножик сделанный из AUS-10 Ножики концептуально очень похожи и являются хорошими, удобными флиперами Брузер имеет более агрессивную форму Которую я бы отнес в какой-то степени к ножам Bowie Потому что агрессивный кончик как бы намекает У талисмана более классическая форма, которая, я бы сказал, больше похожа на Ontario Red При всей элегантности это не очень легкие ножи И тот же самый талисман, несмотря на свой приятный ход клинка, весит довольно много Поэтому если вы вдруг решите выбрать кого-то из них на EDC Сначала посмотрите, выдержит ли ваш карман По возможности я бы рекомендовал потрогать рукоять талисмана Потому что это очень необычно текстурированная G10 Она имеет приятные маленькие оборозки Это даже незаметно на фотографии Ну и полноценную 3D форму Которая напоминает несколько обработанную древесину Флип этого ножа особенно приятен Наверное, благодаря очень хорошему детенту А на этом все, друзья Пишите в комментариях, про какие ножи из этого ролика вы никогда не слышали А про какие знаете все Также напишите, про какие малоизвестные, но крутые бренды и ножи я не сказал ни слова По ссылке под роликом вы найдете скидку почти на все ножи, которые вы видели И на бренды их представляющие Немаловажная деталь В телеграм-канале у нас проходит розыгрыш Максейс Баланса Подробности в описании Всех был рад видеть, всем пока Ой, поди боже Не могу сходить постричься в середине ролика Но это было бы клебать на каждом Можешь побриться ножом Просто сейчас под ноль побреюсь, прям в ролике Хайпово, конечно, будет Но это надо для шорса Их создатели, генера Блин, как имя этого немца Создатели этой компании зовут Ули... Улирих Хенники Создатели этой компании зовут Улирих 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 Да Следующий бренд КМБ Made Knives КМБ Мы что, английский канал или что? У нас есть буква Си в русском языке Ну, СМБ скажу тогда, ладно Тогда КМБ